Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы проходим сейчас тренинг по мануальной терапии и хорошим помощником мануальной терапии является постизометрическая релаксация. Она таким связующим звеном является между массажем и мануальной терапией. Как вы знаете, у нас тренинг по специальному мануальному массажу был до этого. Это массаж сразу с воздействием на костно-связочный аппарат, подготавливающий организм пациента вашего, подопечного, человечка, клиента к дальнейшим манипуляциям, уже таким более жестким, мануальным правкам. А иной раз между ними хорошо бы добавить постизометрическую релаксацию. И она даже бывает более мягко работает, иной раз заменяет даже мануальные приемы. Ну, что это такое? Изометрия. Ну, у нас мышцы работают как? Либо динамически, либо изометрически. Динамически это значит, что она напряглась и сократилась, либо растянулась. А изометрически это, соответственно, практически статическое напряжение. То есть она напряглась, но свое положение не изменило. Да, вот, пост это после расслабления и релаксации. То есть, соответственно, ну, расшифровка, да? После вот этого статического напряжения идет расслабление. Вот этим мы как бы и пользуемся. Кроме того, мышцы как работают? Вот если взглянуть в глубь мышцы, да, там волокна белковые, они вот так вот в луко входят, таким образом мышцы сокращаются, расширяются, да? За счет этого внутри находятся соли натрия, соль калия, снаружи находятся соли натрия, да? То есть калий так выходит, так вот натрий заходит. То есть когда мышцы расширились, натрий входит. Вот получается соли туда сюда сюда заходят, и они с собой там несут вот эти вот питательные элементы, там, да? Либо мышцы закачивают, либо выкачивают. Ну, как говорится, мышца закачана, да, или там забита мышца, да? Вот чем она забита? Это вот молочная кислота, это вот эти вот соли натрия, да? То есть она спрессовалась, и она вот плотно закрыта получается, да? Нам ее надо, грубо говоря, расслабить. За счет чего происходит вот это вот статическое напряжение? То есть если мышца у нас включается в работу, то соседние мышцы, которые с этой стороны находятся, и с этой стороны, да, они, соответственно, тоже либо растягиваются, либо напрягаются, да? И вот у нас мышца вот эта, например, расплазмерована была, да? Мы напрягли всю вот эту, так скажем, триггерную зону, да? За счет соседних мышц, да, они ее, они растянулись, или напряглись, и они ее разжарили, растянули. Вот как бы за счет этого, собственно говоря, весь эффект и происходит. Но тут есть фокус в том, что... Ну, давайте сначала покажу, как вообще, в принципе, это делается. То есть приемов там масса, мы все их, естественно, рассматривать не будем. Самое основное, я только я покажу. Вам просто нужно знать анатомию. Нужно понимать, как функционально движется, да? И что поднимает, например, ногу, какая мышца, какая ее отвалит в сторону, да? С теми мышцами, соответственно, вы и будете работать. Ну, например, вот... Не может человек разогнуть полностью руку, да? Например, просто для примера, вот она разгивает, разгивает с такого до сюда. Дальше не идет. Значит, нам нужно в эту же сторону создать напряжение. Человек сопротивляется, потом расслабляется, и чуть функциональность увеличивается. Дальше напрягаем здесь. Он расслабляется, функциональность увеличивается. В данном суставе, в данном случае, локтевой имеется в виду. Делается это примерно на 5-10 секунд, то есть напряжение, да? И примерно столько же между ними паузы. Максимум, максимум на одно, на одно сочинение, на одно сустав, ну, раз в 5. Вот это прием, да? Ну, может, кому-то там 3 достаточно раза, да? То есть вот, примерно, демонстрирую. Смотри, то есть мы зажали верхнюю часть, в смысле, предыдущую часть сустава, вот этого, да? То есть, чтобы наше плечо никуда не уходило. Работаем на вот это растяжение. Вот, например, вот тут функциональность закончилась. Понятно, у девочки все хорошо работает, просто для демонстрации, да? Закончилось. Я ставлю напряжение, а ты сгибай к себе руку. Хорошо? Давай на счет 3, на вдохе, на вдохе. Раз, два, три. Вдох. О, сильно какая. Раз, два, три, четыре, пять. Фу, расслабились. Чуть дальше выценили. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять. Расслабились. Молодец. Вот так, вдох. Раз, два, три, четыре, пять. Фу, расслабились. Вот, все это, у меня максимум. Дальше не идем. Ну, почему на вдохе? А, ну, я забыл, кажется, что еще в параметре жутки. Надо еще вот... То есть, прежде чем к следующему, ну, сейчас покажу на другом приеме. Надо еще и переждать, было 5-7 секунд примерно. Почему при напряжении? Помните, как в каратэ там? Фу! Он делает, да? На выдох, и при этом напрягается весь организм, да? На выдохе. Или на вдохе. Ну, мы напряглись, да? Потом выдохнули, расслабились. В момент расслабления у нас организм просто падает. Расслабаемое. И спадает, обнякает, падает на стол. Вот, например, нам нужно весь корпус сразу... Человеком пришел зажатый, например, вот такой, да? Вы чувствуете, что его... Разминая-не разминая, он все равно вот такой... Так вот ходит, как этот, как зомби какой-то, да? Да? Я очень упор, мой мозг! Можно? Ха-ха-ха! Ну, сучу, конечно. Знаешь, смотрите, весь организм по диагонали расслабляем. Здесь упор в плечо. Поддерживаемся немножко, даю, причем вверх. Я, можно сказать, есть не буду, небось. Вверх, вверх, сильнее, сильнее. Вверх это вот сюда. Еще раз. О, все, 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 расслабились, 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 значит, упали на стол. Здесь давлю, мы подготавливаем человека, да? Показываем, как мы сейчас будем работать. Давлю в бедро. Эту косточку аккуратно не хватайте, мягко. Ладонью, да? Подвздошную кость. Дави бедром на меня. Вверх, 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 вверх. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, расслабься. Да все, расслабься. Ты так говорю, стоп, все, отпускаешь все мышцы. Ты начал движение с живота, да? И ягодицу, ягодицу, например, а надо напрячь таз и повернуть его вот так. Без живота и без ягодицы. Тазом. Еще раз вдох. О, получается, все, фух, расслабились. Вот, теперь вместе делаем, да? Подождали паузу, пять секунд. Одновременно вдох. Не то плечо, не то плечо. Это плечо ударишь. Давай. Расслабились. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще раз будем делать, только ты обрати внимание, все-таки этим плечом давим. Еще раз, вдох. Одновременно не получается. Ну да, попробуй фу. Расслабились, все, упали на стол, обмякли. Ну да, попробуем. Вот, противоположие стороны. Еще раз, подожди. Пять секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. До семи досчитали, это пять секунд прошло. Вдох. Расслабились, все, упали. Вот, то есть на вдохе мы напрягаем, да? В мышцу пошли все вот эти вот кислоты там, да? Соли, фух, выдохнули, расслабились и просто обмякли, так вот на стол падаем, да? Вот, собственно говоря, и вся просто изометрическая релаксация, и вся ее теория тут особо-то рассказывать нечего. А дальше мы работаем с человеком. Смотрим, что у него, ну, в зависимости от его проблем, да? Например, тазобедренные суставы, да? Мы берем тогда ногу, расслабься, вот, напрягаем на него, на человека, да, даем на него, а ты на выдохе давишь на меня. Угу. День. Да, не можно быть. День. Такая сильная. Так, еще раз вдох. Молодец. Вот, следующее, ну, это мы вот эти мышцы, да, и сзади вот грушевидные, да, растягиваем. Ну, грушевидные, там, что-то вот в эту сторону. Давай сюда. Подожди, подожди, еще не делаем, еще не делаем, мы только прицеливаюсь. Вот, дошли, где вот функционально уже все, дальше не идет, да, вот. Так, прицелились. Вдох. На меня, на меня. Правильно. Ты чуть-чуть сбалкаешь вот сюда. Расслабились. Раз, два, три, четыре, пять. Ничего не делай, не делай, не скручивались. Вот, увеличили угол, да? Теперь отсюда давай вдох. Расслабились. Так, это грушевидные мышцы было, да? Теперь, вот этот мышц получается, да? Смотри, берем на скручивание ее. Вот сюда, вот сюда. Нет, не ты, не ты, не ты, ты, лежи, лежи. Не ты, я скручиваю, а ты наоборот, сюда убегай. Так, давай вдох. Расслабились. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще раз вдох. Расслабились. Увеличиваем угол. Вдох. На себя, на себя, ногу. Ну, иди сюда, иди сюда. Тяжело, да? Ну, между прочим, это хорошая гимнастика. И, ну, реально она заменяет физическую нагрузку. Очень хорошо так много все тела проходит. Человек просто уйдет, как будто бы тренировался целый час в фитнесе. А то и два часа. Так, ну, давай рассмотрим лучше шею и плечи. Солиста Талисон туда, спинной камне. Вот, пришел к вам человеку, он говорит, где у него проблему, да? Ну, вот, что-то тянет, например, слева шею, да? Мы проверяем, садим, сажаем его, возле себя, повернем. Ну, в смысле неправильно, положим угол вот сюда. Сама не крутись. Хорошо планируешься, надо ровно поставить голову. Ровно, ровно, да, нет, прямо. Налево поверни. О, положи, положи. То есть налево меньше планируешься. Еще раз направо. Направо чуть больше. Значит, мышцы у нас хуже работают с этой стороны. Хотя человек жалуется, что тут болит, да? Тут они мышцы перенапряжены. То есть сюда наклон гораздо меньше получается, сложнее, либо тяжелее идет, да? Значит, мы будем работать с какими мышцами? С вот этими, да? Как мы будем работать? Мы будем их напрягать в противоположную сторону. То есть смотри, я буду давить, сначала дойдем до функциональности. Вот функциональность на все, в предел, да? Я буду давить вниз, а ты соответственно упрямляй голову вперед. Смотри прямо. Вдох. Расслабились, да? Уже устало, да? Ну, если человек крутится, выкручивается как-то, да? Давайте его немножко зажмем. Вот так вот в себя. Увеличили угол. Давай еще раз вдох. Фух. Расслабились. Ну, и после этого, как вы вот это все подготовили, да? Уже мышцы не будут мешать делать всевозможные приемы, которые вот уже являются мануальными. Все вот и все вот. О, руслала. Руслала хорошо, да. Ко-ру-на-бу, клади. Не, не напрягайся. Все, все, все. То есть вот эту сторону, она уже пойдет. Ты боишься, что ли? Угу. Немножко боится. Ладно, ничего не будет. Нет, уже боится, не дается. Да, наша цель этого обучения сейчас не показать, мануальную терапию, да? Это потом, мы просто говорим, что потом. Мы уже снимали ролики про правку шеи, спины, поясницы, там, рук. Поэтому, это тема следующих наших уроков. Поэтому подписывайтесь на наши видео, чтобы не пропустить их. Не выключайте нас. Сейчас мы продолжим дальше про пир говорить. Пир, это сокращенно просто деметическая релаксация, да? Есть еще нюансы некоторые. Вот смотрите, например, смотрим сюда. Ну, я просто вывел сюда, чтобы не пропустить ролики, поставьте на колокольчик сейчас прямо. Значок нажмите, чтобы получать уведомления о новых полезных видео уроках. А мы продолжим наше занятие. Ну, и, соответственно, на канал подпишитесь. Вот, например, сюда не идет голова, да? Или не идет, тихо-тихо, не поворачивается вот в эту сторону. Но, как правило, мы должны проверить пальцами, сколько от плеча до подбородка остается вот это состояние. У нее два сантиметра. Самое главное, чтобы было симметрия с обеих сторон. Ну, два пальца вмещаются. Дальше у меня, два пальца вмещаются. Поворот, смотрите вертикально, в принципе, почти 90 градусов. Ребенок хорошо. Сидать чуть-чуть. Ну, тоже 90 градусов. Ребенок хорошо вертится, да? Но, давайте еще раз рассмотрим, как будто бы патологический случай у нас, да? Не поворачивается до конца голова сюда. Тогда мы тестируем. Скорее всего, это из-за мышц с противоположной стороны, да? Либо с этой стороны и фасеточных суставов. Фасеточные суставы мы проверяем, тестируем вот так. Повернули голову на них, наклонили чуть назад, спрессовав их. И спрессовываем их еще больше. Спрашиваем, что это больно, не больно, да? Ну, например, он говорит, здесь больно, да? Значит, мы их будем растягивать в противоположную сторону. В эту сторону. Смотри, я буду, не падать, сиди ровно. Я буду давить твою голову сюда, поворачивай, да? А ты старайся выпрямить обратно. Понимаете, да? Так, на вдохе. Вдох. Расслабьтесь, все. И вот секрет, который я вам обещал, да? Это движение глаз. Добавьте движение глаз в ту сторону, желательно, в которую вы поворачиваете голову, либо там спину, руку, да? Потому что у нас, я забыл, как это называется, ну, в общем, они отвечают за моторику тела, движение наших глаз отвечает. Светлки. И помогают нам. Ну, там, за связки, да, она как бы их подстегивает. То есть, куда мы смотрим, туда мы расслабляемся. То есть, по ложе стороне, напрягаемся. То есть, вот, перед таком повороте, старайтесь смотреть еще дальше. Доворачивай, как угол, еще дальше, вот туда. Не глазами, только глазами. Вот. То есть, у нас было такое движение, да? Теперь увеличили угол. И теперь еще раз вдох. Назад, 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 поворачивай. Отдохнули. Все, расслабились. Ну, вот так же, например, смотрите с рукой. Вот рука, например, вот тут раз, дальше не поднимаем. Сюда, значит, зажали вот эту часть. Будем поднимать. То есть, мы работаем практически с средним пучком доктовидных мышц. Так, поднимать будешь ты, а я буду тянуть вниз. И так. Давай, вдох. Расслабились. Ну, да, потом, смотрите, потом вот уверен. Увеличили, да, угол. Уже хрустно там. Ну, вот, в этом просто неудобно демонстрировать, чтобы было бы больше видно. Да, давайте вот так вот, вот эту сторону. То есть, смотри, я буду давить вниз, да? А ты закрепил плечом, а ты поднимай руку вверх. То есть, это передний плечок уже, да, получается. На вдохе вдох. Расслабились. Увеличили угол. Еще добылю вниз. Расслабились. Увеличили угол. Тяжело. Еще добылю вниз. Расслабились. Увеличили угол. Между каждым приемом, соответственно, подходом. По пять секунд. Помните, да? Ну, в общем, проверяйся человек, это стеркс, да, куда у него рука не поворачивается. Назад не поворачивается, да? Значит, будем отсюда давить. Будем давить назад, а ты вперед разворачивайся. Ну, удобно даже делать вот с ними, например, как за последний человек. Смотри, я тебя буду давить назад, а ты их разводи в сторону. Вот так. Хорошо? Хорошо. Так, готово. Вдох. Разводи, разводи. Увеличили угол. Вдох. Расслабились. Ну, с шеи тоже как. Вот мы берем руками за череп. Вверху, вверху, вверху за череп. Болят передние мышцы, да? То есть мы напрягиваем противоположность противовой стороны. Так. Сейчас. Я тебе буду давить на голову вниз, а ты дави на меня. Тот. Расслабились. Все, что-то, расслабились. И теперь передние мышцы. Я давлю на лоб. Видите, я уперся тут в спину, да? А ты дави голову вперед, наклоняя его там. Причем, смотрите, вот, немножко у нас все приемы, которые мы делаем с головой, то есть выше шеи, да? Они должны у человека ассоциироваться с тем, чтобы он не голову пускал вот так вниз, да? А за макушку чем выше, тем лучше. То есть он должен так вот пропускать голову. Если он поворачивается, да, он должен поворачиваться не ровно вот так вот, а чуть-чуть, с наклоном. То есть вот так. Не вот так вот, а с наклоном. Если наклоняет голову вот так вот, да, то тоже он должен как бы для себя, вы его так учите, как утверждаете, да? Ты не нижнее ухо тянешь к плечу, а верхнее поднимаешь вверх, вот туда. Понимаете разницу? То есть это идет растяжение дополнительное. То есть мыслительно он понимает, что ему надо не сжать здесь, а вот здесь растянуть. Вот это ухо, ухо, да, 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 вверх идет, а не это вниз, понимаете? То есть подсказывать ему. То есть наше движение все идет вот уровень верхней, верхней части уха, да, и вот макушки. Вот вокруг этих всех замок. То есть все вот эти вот наклоны вот такие вот, так тоже вперед, да, вдох, назад иди на голову. Что у тебя? А, мы это делали что ли? Молодец, сейчас добиваем. Так, вот вперед в спину, да, взяли за лоб. я думаю на себя ты вперед вдох стоп-стоп вот видишь пошло неправильно прошла через вперед неправильное движение ты должна увеличили угол и лбом дарю вдох через албом лового движения пошло о молодец эти движения не вот так уже получают вот это второе это правильно так ну какие еще мышцы рассматривать самые основные давай ложись на спину пояснично-подвздошные мышцы очень сложно вообще редко кто говорит они идут вот от всех наших позвонков повесничного выстилают дно поддушек кости и крепится к ноге поднимаю так и отходя ее в сторону соответственно чтобы их расслабить нужно будет отводить ноги в сторону поджимаем пятки как можно ближе к себе к копе да смотри я буду отродить в коленке в сторону ты записывается соединяя их на вдохе вдох выдохнули вот работа как раз те мышцы кстати для мужчин очень хорошее упражнение вам рекомендую в качестве профилактики простаты до осталось мужика сильно долго старается такое дело даже можете сами себе утром стали с постели вы сами себе нажали на коленку да и напрягайте с утра вот кстати когда тяжело это тест своеобразно тут соответственно сигнал защита мышца здесь хорошо работает а вот на таком уже расстоянии уже сложнее когда мы ее будем массировать об этом мы перейдем следующем видеоролике к массажу внутреннему живота то есть мы будем туда залазить до сюда залазить но об этом следующем ролике а сейчас продолжим делать пир так ну так же вот смотрите также эта мышца проверяется подняли ногу на 45 градусов отвели ногу на 45 градусов и развернули другу ногу на соли подбираться держи же ногу держи заказала может держаться держи 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 на весу на весу держит все я смотрю буду пираться вниз от если присылайся вдох еще раз вдох с нами касаемо уходит и низиологии такое тоже используется там держи ногу вдох чуть посильнее нога ну соответственно наш тест показал что с этой стороны мышцы у нее внутри пришли там они сильнее да соответственно скорее всего будет то что вот этот таз более будет динамичным он будет ходить сюда сюда то есть мышцы вот эти являются антагонистами мышцы ягодицы скорее всего ягодицы будут перенапряжены до укорочены и либо поднимать ногу либо разворачивать бедро мы до направили все нормально либо будут подвздошную кость назад то есть нам соответственно массажем вот этим приемами надо будет поработать с этой ногой и с этими мышцами но в этом следующее ролики переворачивайся на спину шашлычок костром развернулись и поджарили так здесь соответственно тоже какие общие упражнения для всего тела до его для поясницы помните мы делали такие вот растяжения а теперь то же самое только с первым смотри я буду поднимать вверх смотри как вот так еще раз все упало попробуй вдох о хорошо таз не тянешь все все упал подготовим человек потренировались тебя смотри 10 вверх подпись колеоза тоже очень хорошо когда у нас с колеса понимаете да что с одной стороны например прошел поясницы правосторонний тогда слева получается мышцы какие гипертонус до гипертоничный нам надо расслабить поэтому такими приемами мы с этой стороны расслабляем и в противоположную сторону я буду давить на ребра поднимают и к столу притягиваешь туда в таз ты понимаешь на меня по тренируемся только таз на меня почти похоже да 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 все 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 расслабьте немножко бедро включаешь да ну еще по тренироваться чуть-чуть можно да и не буду включать смотри еще раз хорошо все все расслабить расслабились на стол так смотрите еще раз здесь а теперь тяну вверх тут я вниз ты вверх вот тоже три-четыре-пять подходов на каждую сторону да и вот мышцы тут расслабились какие еще приемы вот крестцово-поздольшее сошельнение оно прямо связано с мышцами ягодиц да надо будет ягодицы сажать сажать а мы их разжимаем убираюсь против вложен сторону и теперь на вдохе вдох зима-жима-жима сильнее сильней все расслабились тоже мышцы очень хорошо отвечают за половую сферу для мужчин так и для женщин хорошо бы их тренировать кстати для женщин в том числе теперь смотрите вот нога большая ягодичная мышца растягивается вот так на растяжение и грушевидно мышцы стягивать свою сторону значит мы смотрите делаем упор в таз мы его держим да ногу тянем на себя я буду сюда возвращаем сюда вот положение центру согласно так на вдохе вдох расслабились увеличим угол вдох тяжело понимаете это мышцы не работает она выкручивается по-разному она пытается передней мышцы подключить выпрямляю ногу вот так вот да а с этой стороны повернуть таза вот сюда видите не те мышцы включается смотреть тебе надо включить вот эти мышцы травы и вот это ягодичным сюда и потягиваешь вот сюда только одну это не включай это еще раз до этого не все расслабили так вот увеличили угол 5 секунд прошло вдох только могу только могу тени вот уже появилась сила ну и так дальше увеличивать до предела пока вы надойдете до самого предела да так же и в противоположную сторону тут уже подключается у нас средняя и малая годичная мышца нужно отработать просто покажу то сдержим много наблюдаем вдох на меня на меня ногу на меня все расслабили и постепенно увеличим был выше больше 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 теперь соответственно ягодичные мышцы и практически весь пучок хорошо работает когда у нас надо отведено в сторону подняли прямую прямую держи и сорок минус разума и так держи держи можно стол держаться за стол держись здесь только за 100 вот держись вот смотрите тут видно ну если человек был без одежды вы бы увидели как они напряглись а я думаю вниз сопоставляйся тяжело понимаете так много держать ребенку тяжелее взрослому попроще соответственно с этими мышцами работаем ну и так далее в общем про все сразу не расскажешь в этом ролике да вы смотрите вот например не работает у человека пальцы не сгибаются в сторону да значит надо проработать мышцы с противоположицы поднимающие пальцы да мы берем с этой стороны делаем упор пальцами расправляя пальцы вот так можешь согни пальцы с одним распрямить вот все 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 потребовались подпускаем расслабься теперь я буду тебе изгибать подожди на сигнала не буду на вдохе вдох начали все все расслабиться слабили подожди расслабить то же самое вот с ногой например работаем с микроножными мышцами да не гнется нога вот так вот значит проблема с противоположными мышцами значит с ними будем работать я оттянул вниз а то ногу вот так стоп стоп подожди вдох меня чуть не подняла домкратом прямо ничего себе тяжелая сильная девочка не тяжелый так еще раздох да вот эти мышцы отлично работают ну и так же смотрите сами если работа передние длинностопные мышцы да то вам надо будет давить давить на процент страна